Физкульт, привет, друзья! На связи Мускулшоп и сегодня поговорим о том, как кардио может нас угробить. Я часто слышал вопрос, полезна ли кардионагрузка, полезно ли заниматься на велотренажере, орбитрейке, либо беговой дорожке. И здесь нет однозначного ответа, потому как может быть как польза от этих тренировок, так и вред. И сегодня мы разберем, какие основные причины, которые могут угробить наше здоровье во время занятий на кардиотренажере. И в качестве примера мы возьмем из кардиотренажеров велотренажер. Вот наглядный представитель этой линейки. Почему ты можешь угробить свое здоровье? Ведь все мы приходим в тренажерный зал и смотрим на людей, которые занимаются массово и часами, как на велотренажерах, как на орбитреках, на беговых дорожках, таскают железо. И тут не возникает никаких сомнений, что это полезно, раз все этим занимаются, верно? Но я выяснил несколько причин, по которым мы можем навредить себе. Первое. Берем в качестве примера велотренажер. Первая причина. Неправильная посадка на велотренажере. Что имею в виду? Любой кардиотренажер нужно выставить под свой рост и под свои параметры. То есть на велотренажере у вас обязательно должна быть возможность регулировать сидение как по высоте, так и по горизонтали. А также обязательно должна быть регулировка рулевой колонки, чтобы вы максимально комфортно смогли выставить под себя велотренажер. Ведь при занятиях на велотренажере вы должны заниматься довольно продолжительное время на тренажере, и у вас не должна болеть спина в этот момент. Поэтому это крайне важно. Но здесь есть одна оговорка. Есть такие модели велотренажеров, которые называются спинбайки. Так вот, они предназначены для тренировок спортсменов. И там уже посадка полулежачая. То есть вы там никак не сможете сидеть вертикально. Поэтому эти модели мы не рассматриваем. Но мы ведь занимаемся с вами для поддержания сердечно-сосудистой системы в основном, либо для похудения. Верно? Поэтому нам нужен обычный вертикальный велотренажер. И нужно понимать, какая правильная посадка. Первый тип велотренажеров вертикальный. Какая посадка должна быть на них? Нога должна быть располагаться... Подушечки ступни должны располагаться над осью педали. В максимальном положении нога расправляется на 160-170 градусов. Это в положении, когда нога находится на отметке 6. Цифра 6. Если брать циферблат в виде часов движения ноги на велотренажере. Вот когда нога в максимальном нижнем положении, она не должна полностью распрямляться. Как понять, правильно ли вы отрегулировали здесь сидение? Если вы садитесь на велотренажер, крутите педали, и у вас ягодицы начинают ерзать, то есть ноги немножко съезжают, это говорит о том, что у вас слишком высоко поднято сидение. Тогда вам нужно его немного опустить. Также обязательно пользуйтесь фиксирующими ремешками. То есть вы вставляете ногу на педаль, обязательно фиксируете ремешком, есть регулировка по полноте стопы. Что это дает? Это дает вам возможность заниматься более равномерно, распределять нагрузку во время педалирования и использовать во всю мышцы своих ног. Посадка на горизонтальном велотренажере. Все то же самое. Также подушки стопы находятся над осью педали. Вы обязательно должны максимально, в максимально дальнем положении нога у вас 160-170 градусов не полностью разгибается. И здесь как понять правильно ли вы отрегулировали. То есть опять же, если вы тянетесь к педали, это говорит о том, что у вас сидение находится слишком далеко от педали. И вам нужно пододвинуть сидение ближе. Друзья, не забываем, что при покупке в нашем интернет-магазине Muscle Shop каждый из вас при покупке кардиотренажера получает вот такой подарок. Пояс с эффектом сауны, который увеличивает эффект от тренировки и помогает сбросить лишние калории. А также напоминаю, что доставка у нас по Украине абсолютно бесплатная. Мы ее осуществляем за свой счет. А по городу Запорожье, если вы проживаете здесь, то у нас еще есть сборка бесплатная. То есть мы соберем вам тренажер, доставим, установим, проверим, все расскажем, как им пользоваться. Дадим пояс в подарок и у вас будет отличный тренажер по самым выгодным ценам. Ошибка номер два. Неверное разгибание в коленном суставе. Что я имею в виду? Опять же, нога должна в максимальном нижнем положении распрямляться примерно на 160-170 градусов, не более. Иначе у вас начинается усиленное воздействие на коленный сустав. У меня есть на канале видео о том, как правильно заниматься на велотренажере, чтобы не угробить колени. Посмотрите. А что это с велотренажером? А, это? Есть у меня один приятель, купил себе велосипед. На следующий день я его встречаю, а велосипед весь в скотче обмотан. Я его спрашиваю, а что такое, почему в скотче? Он мне говорит, так целее будет, чтобы не поцарапался. Три года я уже обмотал, три года велотренажер как новый. Лайфхак ловите. Можете поблагодарить меня в комментариях. Третья причина. Не разогрелись перед тренировкой. Это крайне важно, ведь для чего мы тренируемся? Для поддержания здоровья. И можно очень легко потянуть связку или разогретую мышцу, если не уделить разминке 10 минут перед занятием. Это обязательно перед любой тренировкой, чтобы повысить эффективность тренировок. От качества проведенной разминки во многом зависит эффективность тренировки и ее результативность. Любая разминка состоит из комплекса различных упражнений, привязанных подготовить суставы и мышцы к значительным нагрузкам. Состав разминочного комплекса зависит от вида тренировки и может варьироваться в широких пределах. Хотя есть и такие упражнения для разминки, которые подходят для любого вида тренировок. Растяжки помогают подготовить к нагрузкам суставы и связки, делают их более гибкими и подвижными. Также подготавливаются к принятию нагрузок и мышцы. Упражнения на растяжке представляют собой удлинение или вытягивание своего тела или отдельных его частей. Это дает возможность достичь необходимого вам уровня гибкости или подвижности, как всего тела, так и каждого отдельного сустава. Упражнения на растяжку также могут быть очень избирательными. Технику выполнения разминочного комплекса приводить излишне, ибо все эти упражнения довольно просты. Первое – это ходьба, не меньше 3-4 минут. Второе – подъем коленей 30 раз по 30 секунд примерно. Приседания можете выполнить 15 повторений. Растяжка трицепса от 4 до 5 повторений на каждую руку. Вращение плеч – 2 подхода, сделайте по 12 повторений. Растяжка грудных мышц – 8-10 повторений. Растяжка спины – 6-8 повторений. И растяжка бедра – 5 подходов по 5 секунд на каждую ногу. Вот такой комплекс из 8 общих упражнений вы можете использовать, чтобы подготовиться к тренировке на велотренажере. Он вполне универсален и применим как для мужчин, так и для женщин. Пятая ошибка – это то, что мы не пьем воду. Либо вообще не пьем, либо пьем, но в недостаточном количестве. Почему-то многие тренера и в залах тренажерных, и в спорткомплексах часто очень запрещают пить воду спортсменам во время тренировки. Я считаю, это не совсем корректно. О пользе употребления воды в течение дня известно, наверное, каждому. Вода обеспечивает транспортировку питательных веществ в организме, регулирует температуру тела и улучшает пищеварение. Выводит она из организма и токсины. Исследования показывали, что профессиональных баскетболистов, волейболистов, гонболистов и футболистов, в общем, тех, кто играет в командные виды спорта, испытывают обезвожение после тренировок. И в этом видео мы решили рассказать, какую воду и в каком количестве нужно пить во время тренировки. Вообще у спортсменов существует заблуждение, что жир на 90% состоит из воды. Поэтому, если пить меньше воды, то можно быстрее похудеть. Это большая ошибка, так как на занятиях мышцы нагреваются и усиливается кровообращение. И в целом повышается температура тела. Организм охлаждает себя посредством выделения пота. И эту потерю жидкости нужно как-то нам восстанавливать. В противном случае обезвоживание приводит к уменьшению объема крови, повышается вязкость крови. И в результате чего снижается ее способность транспортировать кислород к тканям. А конкретно от кислорода зависит работоспособность мышц и, естественно, итог ваших тренировок. При работе мышцы образуют продукты распада. В частности, молочная кислота и вода. Необходимая, которая для вывода. А вот скопление молочной кислоты приводит к боли в мышцах и снижает эффективность занятий. Поэтому пить на занятиях, на тренировках нужно обязательно. А вот сколько воды пить во время тренировки, это уже другой вопрос. Количество выпитой воды во время тренировки зависит от интенсивности и продолжительности ваших занятий. К примеру, при занятиях волейболом, баскетболом, игровыми видами спорта нужно употреблять около 2,5 литров воды. Такое же количество жидкости следует пить и при занятиях на кардиотренажерах. Приведу небольшую схему питья во время интенсивных тренировок. За 1,5-2 часа до нагрузки 250-300 миллилитров жидкости. За 10-15 минут примерно 100 миллилитров. И во время тренировки непосредственно 100-150 миллилитров каждые 15 минут. А также после тренировки от 150 до 200 миллилитров каждые 15 минут до полного восстановления потерь. Причем пьем мы обязательно только воду и только негазированную. И последняя причина, самая важная, наверное, это то, что мы во время тренировки крайне редко следим за частотой сердечных сокращений. Когда-то давно в тренажерном зале я занимался, был один мужчина лет 50-55. Так вот он бегал с нагрудным датчиком и все пропагандировал заниматься правильно. Тогда я не понял его и наплевательски к этому относился. Сейчас я понимаю, насколько это важно. И советую всем, кто начинает тренировки, по возможности следить за своим пульсом. Я понимаю, что не у всех есть возможность повесить нагрудный датчик. Но, кстати, он будет самые точные показания давать и по ним вы сможете ориентироваться. Принцип какой? Нагрудный датчик вешается на грудь, собственно, поэтому он так и называется. И монитор в виде часов, обычно он на руке. И отображает показания вашего пульса, калорий, время тренировки. Он может показывать разные параметры. Высокий пульс человек – это один из важнейших сигналов нарушения здоровья. И одну сотню лет состояние организма отслеживают, в том числе с помощью пульса. Конечно, после физических нагрузок, например, после бега, пульс будет учащенным. И это вполне нормально. Но если через некоторое время пульс так и не нормализовался, это говорит о том, что у вас какие-то проблемы уже с сердцем. И вам нужно обратиться к врачу. Вообще, заметить учащенный пульс сложнее, чем какой-то другой недуг. Человек просто ощущает быструю пульсацию, общее ослабление организма, головокружение, шумы в ушах. Так что крайне важно следить за своим пульсом. Вообще, нормальный пульс здорового человека в среднем от 65 до 85 где-то ударов в минуту. Цифра эта зависит от возраста и состояния вашего здоровья. А вот 90 ударов в минуту уже смело можно считать учащенным сердцебиением. Как уже обозначалось выше, при занятиях спортом пульс учащается у каждого из нас. Это считается здоровой реакцией тела. Но у частоты сердцебиения во время физических нагрузок есть свои определенные нормы. Определить эти нормы очень просто. Формула в среднем выглядит следующим образом. 220 минус ваш возраст. То есть, например, у 30-летнего человека пульс во время занятий спортом может достигать 190 ударов в минуту. А если вам 50 лет, то верхний предел 170 ударов в минуту. Кроме того, пульс ускоряет переедание в течение дня и особенно на ночь. Если вы хотите немного снизить количество ударов своего сердца, а следовательно нагрузку на него, придерживаться правильного питания крайне важно. Уменьшайте порции и ешьте чаще. Не принимайте пищу за 4-5 часов до сна. Ну и последняя, шестая причина, как мы гробим себя во время тренировок, во время тренировок кардионагрузов. Это, наверное, противопоказания. Мы часто забываем о том, что есть противопоказания занятий на определенных видах тренажеров. К примеру, если взять беговую дорожку, то далеко не всем людям можно бегать. Если у вас, к примеру, избыточный вес, то вам лучше не бегать, а просто ходить. Даже в таком случае я бы порекомендовал эллипсоид. Там снижается ударная нагрузка на суставы, можно сказать, ее практически нет. И за счет этого можно заниматься без ущерба для своего здоровья. То же самое касается велотренажера. Есть ряд болезней, заболеваний. При которых не рекомендуется использовать велотренажер. К примеру, у мужчин это простатит и геморрой. При этих занятиях нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Потому как занятия на велотренажере ухудшают кровообращение в тазу. Я не призываю никого избегать занятий на тренажерах. Я лишь призываю к тому, чтобы вы правильно подошли к выбору тренажера, который вам подойдет. И учли все возможные и невозможные противопоказания. А также учли то, что я сказал уже выше. То есть правильные тренировки, правильная посадка, слежение за своим пульсом. Не использовать тренажеры, если вам это не рекомендовано. Все это приведет лишь к улучшению вашего состояния здоровья. И я надеюсь долгих лет жизни. Вы можете обратиться к нам в магазин Muscle Shop. Обратиться за личной консультацией, позвонив по телефону. Либо написать в комментариях. Я всем стараюсь отвечать и помогать максимально открыто. Заходите к нам на сайт. Ссылочка будет внизу под описанием к этому видео. Также напоминаю, что у нас есть спортивное питание. Раздел со спортивным питанием на сайте с недавних пор появился. Где можно ознакомиться с нашим ассортиментом. Ждем в гости. На этом все. С вами был Сергей. Muscle Shop. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok